С приближением 2 декабря, а именно до этой даты необходимо оплатить имущественные налоги, у сотрудников налоговой инспекции начинается горячая пора. Обычно сюда приходят налогоплательщики, не получившие уведомления за отчетный период прошлого года. Также сейчас увеличилось количество льгот, а соответственное число желающих подать заявление на их предоставление. Но все же с появлением личного кабинета налогоплательщика ситуация стала проще. Единственный плюс налогоплательщиков, когда они посещают налоговую инспекцию, они пишут обращение, и эти обращения теперь рассматриваются в течение пяти дней. Не как по закону 59 ФЗ 30 дней, а в течение пяти дней. Через личный кабинет, если пишется обращение, то это в течение 20 дней рассматриваются они службой. Многие налогоплательщики уже оценили преимущество использования личного кабинета. Удобствуется, что в любое время можно зайти, оплатить и через какое-то время распечатать платеж с исполнением. Он приходит на мобильную почту в виде смс сообщения, что прошла оплата. В операционном зале на помощь всегда придет консультант, если у посетителей возникнут какие-либо вопросы. Также в налоговой инспекции есть все необходимое для оформления документов на месте. У нас три гостевых компьютера, у нас есть принтер, выход в интернет также есть, потому что налогоплательщики некоторые сохраняют на свой e-mail, а потом приходят и здесь распечатывают. Также здесь можно оплатить налоги, соответственно, воспользоваться услугами полностью. Мадина Мамаева хоть и пользуется личным кабинетом, но в этот раз обратилась в инспекцию лично, чтобы уточнить некоторые моменты относительно имущественных налогов. Вы знаете, относительно все быстро. Вот я пришла с ребенком, и мы минут 10, может быть, даже не сидели. И вот сейчас все выясняем. Я как бы и за себя, и за мужа хочу узнать, по доверенности, все как надо. По многодетной льготу получить обратился. Консультант подошел, все объяснил, как вот я сейчас сижу, оформляю данные, заполняю, забиваю. Мы живем в Москве, а имеем землю здесь, в Ленинском районе, и нам было удобнее здесь зайти и заплатить налог. Жителям округа не стоит забывать, что пополнение бюджета муниципалитета происходит за счет сбора налогов. Собранные средства идут в том числе на строительство социальных объектов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова